Привет всем, с вами Ультра, и это туториал Quick and Desemods. Итак, сегодня у нас карьер. Что нам потребуется? Давайте посмотрим. Красный факел. Если вы делаете выживание, то желательно брать штук 10. Лишними не будут. Ну, это я взял с большим запасом. Двигатель. 1 либо 2. Это двигатель внутреннего сгорания. Карьер. 1. Метки. 3-4 штуки хватит. Помпа. Понадобится 1. Редстоун двигатель. Минимум 4 штуки. Цистерны. Ну, тут можно взять и баки из рейлкрафта, просто их сложнее строить. Сундук. Я взял такой. И лутопровод. Каменная транспортная труба. Так как у нас будет система сортировки, то я еще взял алмазную трубу для фильтрации. И затычку. Дальше. Топливо. А о топливе мы поговорим в следующей серии. И проводящие трубы деревянно. И каменная либо золотая. Я взял золотые. Итак, начнем. Для начала надо разметить, ну, скажем так, активную зону карьера. Я предпочту поставить его здесь. Начинаем отсюда. Ставим красный фахел рядом с меткой. Видите, что получилось? Во все стороны разошлись лучи. Так, поймали. Теперь. Отсчитываем от конца луча 4-5 блоков. Непринципиально. Просто отъезжайте на некоторое время, на некоторое расстояние. Сделайте вот такую конструкцию, чтобы высота должна быть до луча. Если наоборот получилось, то выкапываете, соответственно. Блоков рядом быть не должно. Так. Ставим опять здесь метку. Ну, где ближе. И красный фахел. Получается уже такая конструкция. Идем в ту сторону. Для начала надо отыскать, где луч заканчивается. Отлично. Поставим метку тут. Это сюда. И это сюда. Почему не должно быть блоков рядом с метками? Потому что получается это. А нам это... Извините за выражение. Нафиг не надо. Так. И... Ищем точку пересечения вот этих лучей. У меня она получается где-то в этом районе. Так. Я угадал. Выбираем вот эти блоки. Ставим сюда метку. И щелкаем по ней правой кнопкой мыши. Лучи исчезли. Получился вот такой вот квадрат. Убираем красные факелы. И... Ставим рядом с одной из меток карьер. Вроде все просто. Вот видим. Докожи. Это координаты. Will keep 12 chunks loaded. 20 я уже не помню точно. Хоть английским прилично владею. Вот. Активная зона у нас задана. Теперь надо подготовить карьер к работе. Для начала нужно найти источник воды. Поскольку двигатель внутреннего сгорания требует охлаждения. Причем хорошего такого охлаждения. Так. Я возьму воду. И сделаю примерно следующее. В ней активной зоны выкопаю небольшую яму. Ну, что-то такое. Так. Теперь. Раз. И два. Раз. И два. Раз. И два. Раз. Возьмем ведер воды. Замечу, что в нем вода никогда не закончится. Так. Делаем вот это. То есть помпа должна стоять над одним из углов колодца. Вот. Видим. Пошла труба. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Но я забыл кое-что важное. Нам понадобятся жидкостные трубы. Возьмем каменную. Деревянная также понадобится. Хотя, судя по информации на вики, она опциональна. Но мы все-таки ее поставим. Проводим ее к самому карьеру. А нет. Она не соединяется. Нужно вставить ДВС. Но. Чтобы ДВС не перегревался и не взрывался, нужно подвести энергию через трубы. Поскольку напрямую прибором он отдает не все, что вырабатывает. Вот. Канал энергии получился. Теперь подводим к движку воду. Я разведу трубы вот так. Довольно витиевато. Соглашусь. Но все же лучше, чем ничего. Так. Водонепроницаемые трубы нам еще потребуются. Не откладывайте их. Теперь ставим пару блоков вот сюда. И на каждый по факелу. На двигателе почему-то не хотят работать. Так как я строю в зимнем биоме, то придется разбивать лед. Давайте попробуем с рычагами. Рычаги у нас на 69-й позиции. Вот. Движки заработали. Здесь, кажется, помучаться. Вот. Теперь нужно просто дождаться, пока двигатели разогреются. Ну, обычно до красной зоны. Останавливать их не стоит. Они все равно не взорвутся. Как бы вы ни старались. Далее. Здесь включу день, а то ничего не видно. Советую поставить возле колодца пару блоков глоу-стоуна. Чтоб, значит, лед топить. Только делать это очень аккуратно. Иначе может потечь вода и смыть ваш редстоун, если он есть рядом. Трубам-то вода нипочем. Можно пускать трубы по дну океана. Так. Теперь делаем систему питания. Ставим где-нибудь вот тут. Несколько цистерн друг на друга. Теперь подводим их к двигателю. И делаем вот так. Теперь заливаем сюда топливо. Не знаю, почему двигатели отказались работать с факелами. Может из-за ошибок активации? Ладно, помолчу. Заливаем топливо. Это будет не что-то вроде топливного бака. А учитывая, что в двигателе в самом бак на 10 ведер. Да. Помпа интерфейса не имеет. Даже синие двигатели успешно тянут воду. Так. Льда вроде нигде нету. Заткну это вместо головы струн. Ну, это цель собрана только в зимних биомах. Потому что здесь вода мерзнет. Нефть нам пригодится в следующем туториале. Так. Двигатель пока ничего не жрет. И вот здесь я чуть-чуть сглупил. Поставив двигатель так близко. Двигатель заработал. Как видим, появился лазерный луч, который удаляет блоки из активной зоны. Он расчистит. Пока он расчищает, мы займемся подготовкой системы хранения. Итак. Нам понадобится каменная труба. Деревянную можно не подставлять. Так. Я буду отводить лут сюда. Теперь мне потребуются алмазные трубы. Две штуки. Поставлю их следующим образом. Теперь понадобятся каменные трубы. И заглушки. Каменная труба раз. Заглушка. Простым нажатием правой кнопки. Каменная труба два. Видите, трубы не соединяются, несмотря на то, что стоят на соседних блоках. Аналогичный эффект получился бы, если использовать каменную и булыжниковую трубы. Они тоже не соединяются. Ну, допустим, каменную, кварцевую. Каменную и песчаниковую. Хотя нет, каменная и песчаниковая соединятся. Ну, о трубах я расскажу когда-нибудь. В другой раз. Подставляем сундуки. Раз и два. Сундуки эти не соединяются. Это сундуки из мода. Который, собственно, только их и добавляет. Объем впечатляет. 540 слотов. Это можно засунуть 540 стаков булыжника. В принципе, можно сделать по-другому. Если у вас, допустим, не хватает места. Вот так. Натыкать сюда заглушек. Здесь пустить трубу параллельно. И вот так. Так, уже не 540 слотов, а не знаю сколько, считайте сами. 3240. Итак, теперь надо задать параметры фильтрации. Так, шум и шум. Так, давайте в правую. В правую трубу мы пустим мусор. Он должен идти в красном направлении. То есть вот в этом районе. Отыскиваем. Земля, булыжник, песок, гравий и на всякий пожарный песчаник. Мало ли. Песчаник, гравий, песок, лыга и земля. Вся эта гадость пойдет по этой трубе. Все, что не подходит по фильтру, идет в зеленом направлении. И попадает в этот ряд сундуков. Карьер продолжает чистить. Не слишком я удачное место выбрал. Давайте-ка уберу этот кусок древесины. Давайте-ка я сделаю по-другому. Так. Это вот так. Нет, три блока. Карьер заканчивает, как мы видим. Давайте-ка я ему помогу. Я не стану прекращать, потому что у нас осталось еще кое-что. Так, куда девался наш любимый лазерный луч? А, вон он где. Синий луч обозначает наибольшую скорость работы. Потом он становится зеленым, желтым и под конец к банкету красным. Хоть это хреново и потребляет энергию, но она ее нигде не использует. Извиняюсь, не так сказал. Блоки, которые он собирает, нигде не выпадают. То есть, лутопровод можно строить во время уборки. Сейчас он строит каркас. Это штука, по которой вполне спокойно можно ходить. Единственная проблема, она не дропается. Хотя, забавный баг, что на серверах эта дрянь таки дропалась. И из нее умудрялись создавать различные интересные конструкции, вроде радиоантенны и тому подобного. Так, движок разогрелся, вода в нем есть. Температура у него должна быть примерно такой. Он уже дальше не разогреется до оранжевой зоны. Он продолжает что-то чистить. Но мне не дано понять, что. Он достраивает блоки рамки. И когда он достроит до конца... Дайте уберем факел. Каза, если пригодится. Видим, что он уже достраивает. Давайте дождемся, пока он достроит. Вообще, карьерный механизм очень интересный, поскольку копает он до самого админиума. Но вот единственная проблема, дороговизна крафта. Так, где он у меня? Ну это у меня установлен грегтек. То есть, 7 железных шестеренок для крафта. Из них 2 надо превратить... Из них 4, извиняюсь. То есть, превратить надо в золотые. А 2 золотых в алмазные. Электросхема. В оригинале там просто кусок красной пыли. И алмазный бур. В оригинале кирка. Но так как стоит грегтек, то давайте пройдемся. Вот как эта штука выглядит. А алмазный бур и таукруч. Титановая пластинка. То есть, без доминой печи, которая способна плавить 1500 кельвин. Нам не обойтись. Итак. Мы видим, карьер начал рыть. Но почему... Эти штуковины... Балки. Не на полную длину. Ответ прост. Нужно перезайти в мир. Давайте это и сделаем. Лазер опять что-то доделывает. Давайте уже рожай быстрее, пока я добрый. Луч желтый. Значит он сейчас заканчивает. Луч красный. Вот видим балки на полную. Это баг мода. Не сборка. А не с манглой поговорим в следующий раз. И не забывайте доливать топливо. Жрет он его очень даже быстро. Вообще, Майнкрафт хорош тем, что позволяет многие задачи решать несколькими способами. Прям как органическая химия. Например, можно было запитать его от парового котла, потратив бензин непосредственно в нем. А потом уже пар пускать на несколько карьеров, допустим. Поскольку от большого бойлера, который жрет примерно столько же, сколько ДВС. Можно запитать, ну, 5-6 карьеров. У меня рекорд был 8. Да и систему лута можно использовать не трубы, а, допустим, тессеракты. А что это такое, я расскажу в следующий раз. А пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх. До скорого!